В этом видео хотел бы показать вам процесс создания деталей. В конце видео вы увидите, что из этого получилось. Первым делом, что нам нужно сделать, это отрезать заготовку. Дальше мы отрезаем тот кусочек, который у нас остался. Это деталь поломанная. Вот так она должна выглядеть. Это бронзовые втулки, которые там стояли. Вот так вот мы примеряем примерным образом. У нас все совпадает. Есть хороший припуск. Также у нас имеется припуск сверху. Очень неплохой. И в данный момент мы ее фрезеруем. Подгоняем с небольшим припуском. Теперь свернем отверстие. Сверление происходит с большим припуском. Сверлим второе отверстие. Также с большим припуском. Сверло около 25 миллиметров. В данный момент мы фрезовый. Высверливаем отверстие большего диаметра. Сейчас будем производить росточку отверстий уже под размер, который нам нужен. Производим калибровку внутромера. С помощью микрометра. С помощью микрометра. Выставляем ноль. Так, ноль у нас получился. Теперь меряем отверстие, которое у нас получилось. Отверстие нужно мерять в двух местах. Сверху и снизу. Так, меряем сверху. У нас получается ноль. Меряем снизу. У нас плюс одна сотка. Это отлично. Так же еще раз сверху получается так же самое. Плюс одна сотка. Теперь растачиваем меньшее отверстие. Достанком. Достанком. Так, пророчем. Так же раз Principали. Подписывайтесь на наш канал. У нас появилось с этим. Так же раз выгружено. Теперь растачиваемся. Комитры. Трелем. Даже старый. Баляк. Трелем. Добавил снизу. Следующим образом мы переворачиваем деталь с помощью кромкоискателя. Выставляем 400 оборотов, включаем шпиндель и начинаем искать шпиндель. Когда у нас инструмент едет в бок, мы выставляем 2 мм, поскольку диаметра кромкоискателя 4, мы выставляем 2 мм, и таким образом мы найдем номер. Теперь мы фрезеруем канал. Канал мы фрезерим из грубо, также оставляем большой припуск на стенки, также оставляем большой припуск на дно. Приза максимально подходит детально. Вот что у нас получилось. Теперь я начертил примерным образом, что нам нужно фрезеровать, поскольку этот размер не является точным. и мы будем убирать этот припуск. Фильм установлен на вращающийся систем, трехкулачковый самоцентрирующий патрон. Меняем кулачки, поскольку это обратная, она нужна стандартная. Вот мы устанавливаем обычные стандартные кулачки. Устанавливаем деталь в трехкулачковый патрон и начинаем фрезеровать. Вот что у нас получилось. Все запрессовано. Всем спасибо. Спасибо.